Всем привет! Вы попали на канал Некарча Лайф. Что-то не так. Ну что? Совсем другое дело. И сегодня я расскажу вам, как нужно использовать интонацию при дрессировке собаки, как делать можно, как нельзя, нюансы. Покажу на нашем примере с Арчи, как мы обычно занимаемся, как я использую интонацию и тому подобное. Надеюсь, видео понравится и будет полезно. Приятного просмотра! В процессе жизни с собакой мы редко задумываются о том, с какой интонацией с ней говорим. То есть, допустим, вот мы дрессируем собаку. Люди редко задумываются, как они говорят команду, как они хвалят, как они ругают и тому подобное. Животные очень хорошо воспринимают нашу интонацию. То есть, все животные, которые регулярно общаются с человеком, это не обязательно кошки, собаки домашние. Это могут быть крысы, лошади, какие-нибудь, не знаю, коровы, свиньи. То есть, животные, которые регулярно прям слышат человека и могут отличить интонацию. Допустим, человек радуется или человек тебя ругает или человек вообще просто не с тобой разговаривает и тому подобное. В дрессировке, как правило, различают три вида интонации. Это позитивная, негативная и нейтральная. Сейчас все разложим по полочкам и расскажем, что к чему. Положительная интонация. Она же позитивная, она же одобряющая, она же супер, класс, молодец. Когда мы ее используем? Во время дрессировки, как правило. То есть, позитивная интонация, она побуждает животное выполнять команду лучше и четче и лучше задерживает внимание на дрессировщике. Чего мы делаем при обучении? Иди сюда. Сидеть. Допустим, мы учим собаку в команде дай лапу. Дай лапу. Да. Дай лапу. Другую. Другую. Да. То есть, это как бы и поощрение, как бы такое да. То есть, мы заинтересовали собаку, чтобы ей было интересно заниматься. Сидеть. Да. Хорошо. Кстати, команды тоже можно подавать. Либо нейтрально, либо позитивно. Отойди. Лежать. Сидеть. Встань. Сидеть. Лежать. Сидеть. Встань. Да, лежать. Сидеть. Хорошо. То есть, опять вы видите, как окрашен мой голос. И во втором случае, когда он был окрашен более ярко, собака более так, знаете, резво, более так с интересом выполняла команда. В чем подводные камни позитивной интонации? Когда человек начинает ее всегда использовать. То есть, собака пришла. Привет, собака, молодец, классно. Собака там, не знаю, вышла гулять. Да, собака, молодец. Вы когда зовете собаку постоянно, да, собака пришла, ура. И получается так, что животное перестает воспринимать позитивную интонацию как что-то классное. Отрицательная интонация. Как правило, она используется для того, чтобы предотвратить или остановить какое-либо нежелательное действие. Собака ест с пола, мы кричим фу. Вот это вот у нас получается негативная и неодобряющая интонация. Ложись. Вот у нас опять собака залезла на кровать. Мы ей несколько раз сказали слезай. Она нанули эмоций. Мы говорим слезай. Быстро слезай. Молодец. То есть вы поняли, что здесь я как бы уже своим тоном немножечко угрожаю, типа слезай. Особенности негативной интонации. Она не называется подкреплением. То есть по сути мы просто вот этим вот звуком фу. Нет. Кстати, похоже на рык и на что-то такого типа р. Нет. Что у нас происходит? Мы говорим нет, и у собаки затормаживается или прекращается нежелательное действие. Потому что собака, во-первых, такая нет. Почему нет? То есть резкий звук собака немножечко так остепенилась. В чем тоже такой подводный камень? Нельзя постоянно ругать собаку. Если вы постоянно ругаете, то негативная интонация превращается в обычную интонацию. Нейтральная интонация. Она, знаете, вот так вот на стыке между позитивной и негативной. Допустим, в нашей регулярной жизни я чаще всего использую смесь нейтрального и позитивного. То есть я не такая типа Арчи. Иди сюда. Я такая, Арчи, иди сюда. То есть это и не да, иди сюда скорее. Ну и нет, иди сюда. То есть это что-то такое среднее. Итак, сейчас демонстрирую нейтральную интонацию. Собачка у нас залезла на кровать. Как бы я не против, пусть спит. Но иногда мне хочется, чтобы он слез с кровати. Арчи, слезь с кровати. Слезь с кровати. Хорошо, слезай, слезай. Все. Спокойная нейтральная интонация. Я не ругаюсь и не хвалю. Скорее. Да, то есть я спокойно говорю. Спокойно. Иди сюда, Скорей. Да, я тебя поглажу. Поглажу, поглажу собаку. То есть, знаете, такой типа спокойный голос, но немножечко такой с искоркой радости. Да, собака? Кто хорошая? Собака. Ну, а это видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось, было полезным. Ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч. Вкусняшка упала. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok